Вопросы к Владимиру Суиловичу? Вопросов пока нет. А прогнозы такие по данной ситуации? У вас как социолога, наверное, главного социолога? Ну, знаете, у нас в стране кланы один человек. Не подставляете мне, пожалуйста, по всем вопросам. Значит, прогнозы у меня, работать надо. Прогнозы, вот они в этом заключаются. И современные учителя, они это и делают, честно говоря. Учителя разные, с разным подходом, с разным отношением к делу. Но, слава Богу, у нас еще есть корпус учителей, которые любят детей, которые любят свою работу, которые в это погружены. И вот мой прогноз, и как рекомендация, это, конечно, с одной стороны, отмолитую к большому читателю, а с другой стороны, учитель, это то звено, или то звено, которое, как говорил Троцкий, вытянет всю цепь. Вот поэтому мне кажется, надо категорически менять качество педагогического образования, организовывать курсы повышения квалификации учителей, создавать клубы учительские, которые дают возможность учителю включиться в живой педагогический процесс. Я вспоминаю период середины 80-х. Это в той же учительской области, которую вы вспоминали. Была своя традиция, которая была связана с учителями, новаторами, с поддержкой инновационного движения в образовании. Вот мне кажется, это сегодня одна линия спасения, а другая, она всегда была, это проблема дебюрократизации школьного образования. То есть возможность включения в систему образования профессионалов и специалистов из других сфер и областей. Потому что школу может спасти, вот в сегодняшнем ее состоянии, в мою специологическую продукцию, только включение, активное включение, то, что называется интеллигенцией, удела образования современных детей, возможность их широкого вхождения на поле дополнительного обслуживания и школьного. Вот существует масса прикол для прихода специалиста, а без педагогического образования, но хорошего, допустим, театроведа или актера, в школу, чтобы он там был холостом, свой подавал и так далее. Мне кажется, надо здесь двигаться в создании новой нормативной базы, которая упрощала все это дело. Безусловно, должна быть подготовка людей, которые идут к детям по поводу психо-педагогического знания, возраста и так далее. Здесь тоже не надо ломать, можно ломать дробь. И мне кажется, вот в этом направлении надо двигаться. Стихийность само без усилий. Вот я, как бы, мне, извините, не стоит сказать, специалисты, значит, я вижу здесь мрачные конденсии. Привитивизация и чтение, упрощение, значит, упрощение, понимание. И если так будет продолжаться, то это неправильно. Более того, значит, вот эти, ну, прошла аппарат, она активна, целых, это работа. Да? У нас есть там данные, я не знаю больше. А дальше? А, вот у нас был тест, осведомленный. Ну, ладно, я его уже не найду. А, значит, по-моему, не найду. Вот, кстати, троечники, хорошистые отличники, случайно попал. Смотрите, меняется ориентация на жанры в зависимости от экономической успешности. Значит, школа дает какие-то, с моей точки зрения, позитивные моменты, тогда, вот философский роман, исторический роман, когда отличники, я чаще это называю, но усилить эти мышцы, усилить эти мышцы школы, это, мне кажется, крайне важно. Вот я хотел сказать еще об этом моменте. Мы давали такое задание, уже позже я его разработал, давали список из 20 произведений. которые проходились в школе в предыдущем классе. Вот семиклассникам мы давали список из 20 произведений по литературе, которые проходили в 6 классе. И просили, давали им название и список авторов. И надо было просто садистик, какой автор написал это произведение. В 8 классе давали за 7 класс, в 9 классе в 8 классе, в 11 классе за 10 классе. Вы знаете, результаты трагические. потому что то, то, что проходилось по программе среди 7 классников, правильно могли назвать авторы его произведения, около 6 человек из 20. Значит, что такое проходили? Вот проходили мимо. Проходили мимо. Поэтому, значит, конечно, очень важный вопрос, я давно этим занимаюсь, ядерные произведения, вот тот список ядра литературных предпочтений, которые должны транспироваться и так далее. Только еще ключевой вопрос, какие смыслы транспироваться? И что значит мы включили эти произведения в программу, если ребенок не может даже воспроизвести автора и, значит, понятно, отличники лучше это делают. Но тоже, так сказать, не 20-20. Поэтому, мне кажется, вот это еще раз, я, может быть, извините, долго отвечаю, но это невозможность восполнить свой дакон. Вот, значит, вот проблема учителя все-таки и проблема обучения как одна из центральных. Спасибо. Спасибо, Владимир Самурович.